Приветствую вас и если ваши требования они выполнимы, если ваши требования они реальны, то есть вот прямо можно такую девушку встретить, чтобы вам нравилось, чтобы вам понравилось и так далее. В общем-то в этом нет ничего плохого, это не проблема, но если объективно девушка вас не устраивает одна, вторая, третья или вы начинаете, допустим, с ними пересекаться и пересекаясь с ними, вы сперва испытываете к ним влечение, испытываете, ну, потребность с ними быть, и потом эта потребность как бы уходит, например, ну вот в этом случае, конечно, можно говорить о том, что это проблема. Почему? Опять же, почему, почему? Потому что в таком случае получается, что дело не в определенном типаже, а дело именно в том, что вам эта внешность девушки, она для чего-то нужна, именно вам самому для чего-то она нужна, чтобы, может быть, доказать, что что-то себе, чтобы, может быть, через вот внешние данные девушки, например, чувствовать себя более реализованным, что вот у меня красивая девушка там, и я сам тоже, как бы, ну, достойный человек, да, и так далее, может быть, что вы просто оказались чересчур внушаемым, и вот вам внушились, ну, средства массовой информации, например, мода, ваши друзья, что девушка должна быть обязательно красивой, что она обязательно должна быть, там, идеальной, и так далее, и так далее, и вы, собственно, на это тоже теперь обращайте внимание, вам постоянно, кажется вам постоянно, что ваша девушка, она, ну, недостаточно красивая, то есть здесь влияние социума, да, может быть. Далее, проблема может быть из семьи, особенно если вы, вот, считали, если вы считали свою маму и считаете самой красивой, то вполне вероятно, что вы можете искать такую же женщину, как и ваша мама, например. Далее, может быть, вы гоните за депозем, потому что у вас ассоциация с этим депозем, то есть вам кажется, что вот человек определенного типажа, да, он, ну, скажем так, он, например, например, человек определенного типажа, он, допустим, ну, от него можно ожидать, от него можно ожидать, ну, чего-то определенного, скажем так. А, и поэтому вы пытаетесь найти вот именно такую девушку, которая бы по внешним данным соответствовала бы вам. Но, опять же, внешние данные, они склонны меняться со временем вообще. И если вы выбираете девушку только по внешним данным, то надо сказать, что вы очень много теряете, потому что внешние данные далеко не все. Вот. Ну, вообще, очень похоже, что вы просто, просто, как бы вот, оказались чрезмерно внушаемыми, очень похоже на это, потому что вы чрезмерно внушаемы. И из-за этого вам, собственно говоря, и кажется, что внешние данные – это самое главное. То есть вы руководствуете с ней своими какими-то представлениями, да, о том, какая девочка. Вы руководствуете с ней тем, что с этим человеком вам, например, придется жить, что у вас там будет совместное хозяйство, что у вас будет, там, ребенок, что вам придется проходить какие-то, ну, невзгоды вместе и так далее, и так далее. Вот. Вы акцентируете свое внимание именно на том, вот, что, как девочка выглядит. Именно внешние данные вас волнуют. Ну, вот это вот является далеко не самым лучшим проявлением, так сказать, выбора девочки, потому что, еще раз повторю, что внешние данные, они могут меняться со временем, и если вы обращаете чересчур много внимания на них, на внешние данные, то у вас складывается повестка, повестка, очень такое нечеткое и не глубокое впечатление о человеке, что не является правильным. Вот. Ну и, наконец, последний момент – это неуверенность в себе, то есть вы можете быть неуверенным в себе и, ну, именно вот свою, как бы, собственную неуверенность в себе вы можете пытаться купировать именно вот с помощью внешних данных другой девушки, другого партнера, через него пытаясь обрести то, чего, возможно, у вас нет, или то, в наличии чего вы сомневаетесь именно в контексте себя. И здесь я полагаю, что, опять же, ну, лично скоростное, опять же, Значит, вы можете для себя подумать о том, как вы выбираете девушку, нравится ли она, нравится ли вам такое положение вещей. То есть вот чем руководствуетесь вы при выборе своей девушки, то есть ваши ли это мотивы реально или нет. Потому что может быть так, что мотивы не ваши и все это делается в угоду не вам, а так называемому сверху. Я. Общественному сверху Я. Вот. И, соответственно, тогда получается, что вы осуществляете невротическое проведение, то есть вытесняете свои собственные желания и тем самым получается вредить себе. Вот. Вот. Дабы этого не было, вот я вам и рекомендую подумать обо всем этом как следует. Вот. Ну, а, соответственно, если вам потребуется помощь, то обращайтесь. Я с радостью вам помогу. На этом все. Если остались вопросы, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!